Добрый вечер! Пришло время информационной программы «Наши новости». Каким был этот день, расскажут наши корреспонденты и мы, ведущие выпуска. Дарья Белова. И Станислав Тетерятник о наиболее заметных темах далее. Вышел из берегов в детский сад Ручеек. Краевой столице пришла Капель. Дотанцевался. Полиция задержала стриптизера, любителя курительных миксов. Даешь матчи. Волейболисты команды университет вынуждены готовиться и еще раз готовиться. Профессиональный подход, набор тренировочных часов, опыт и класс. Чипа в детском садике Краевой столицы. С приходом зимы и затяжных снегопадов в дошкольном учреждении Ручеек наступила весна. Дети вынуждены находиться здесь под звуки капели, да еще и с риском для жизни. Дело в том, что кровля зданий не устояла перед капризами природы и на головы малышам с потолка полилась вода. По словам родителей, вот уже две недели на сигнал бедствия никто не отзывается. Кирилл Политов выехал на место. Детский сад Ручеек превратился в водопад. Две недели с потолка льется ледяная вода, в которой каждый день хлюпаются малыши. Когда с крыши течет, все силы и тряпки брошены на ликвидацию стихии. Мы сидели на занятиях, у нас свет был включен, потом мы занимались занятиями и когда замыкание началось, мы выключили свет и наша Лена, она в садик в нашу группу ходит, она плакала, боялась, что пожар случится. Ребятишкам здесь точно не до игр, а родителям не до работы. Они вместе с воспитателями выносят ведра, выжимают тряпки и спасают кровати. Постели не просто влажные, создается впечатление, будто их только что постирали. Штукатурка уже на голову валится, это во-первых. Замыкает проводка, замкнула на занятиях, когда дети сидели, потому что они пришли все, это все рассказали дома, что замкнуло все. И, во-первых, это бактерии, пол начал вздуматься, поднялся линолеум. И вроде бы в садике ситуацию пытались исправить. Руководители наняли бригаду, которая почистила кровлю, но, видимо, это не спасло. В итоге в снегопад ручеек дал течь. Через несколько дней, по прогнозам синоптиков, на Алтай придут крепкие морозы и тогда строение может затрещать по швам. Мы стучались во все двери, которые могли, то есть нам все отказывают, говорят потерпеть до весны, как быть в такой ситуации, мы не знаем. То есть дети находятся, мы считаем, в катастрофической ситуации. Идти на контакт с журналистами заведующее учреждение отказалось, сослалось на неготовность предстать перед объективом нашей видеокамеры. Сейчас вода добралась до группы «Ромашки», но, скорее всего, капельки побегут и в капельках. Пока взрослые активно пытаются побороть последствия стихии, ребятишки мечтают о новом домике с нормальной крышей. Кирилл Политов, Павел Лауронин. Наши новости. Тем временем в Барнауле изучают мнение родителей дошкольников по вопросу введения в детских садах групп выходного дня, а также вечернего и ночного пребывания ребятишек. Опрашивать родителей о необходимости появления групп дополнительного пребывания детей в детсадах воспитателей начали около двух недель назад. Указание на это поступило от Комитета по образованию администрации Барнаула. Но сотрудники ведомства от официальных комментариев пока отказываются, ссылаясь на то, что инициатива о проведении опроса принадлежит городскому комитету по финансам. И пока не ясен сам механизм планируемого режима работы дошкольных учреждений. Все будет зависеть от пожеланий горожан. Пока известно лишь о том, что полученные данные о мнении барнаульских родителей уже находятся в обработке. Как нам удалось узнать, планируется ввести вечерние группы с 19 до 21 часов вечера, а также ночные и субботние. Но многое еще не ясно. К примеру, ляжет ли финансирование таких групп на плечи родителей полностью и по какому принципу будут формировать группы. Наши корреспонденты будут следить за развитием ситуации. Другим темам. Уровень бюджетной обеспеченности региона остается недостаточно высоким. Об этом заявил губернатор края Александр Карлин на заседании правительства Российской Федерации. Он также встретился в Москве с премьер-министром страны Дмитрием Медведевым. На заседании правительства обсуждались проекты двух государственных программ развития здравоохранения и обеспечения качественным жильем и услугами ЖКХ населения. Александр Карлин высказал пожелание, чтобы при их реализации возможности регионов учитывались в большей степени. Это актуально для Алтайского края, который по уровню бюджетных расходов на одного жителя региона занимает место в седьмом десятке среди регионов страны. На встрече с Дмитрием Медведевым губернатор края попросил премьер-министра о поддержке по ряду вопросов, связанных с развитием инфраструктуры, здравоохранения, аграрного комплекса и тяжелых условий текущего года. Продолжаем выпуск. Зажигательные танцы в перемешку с курительными смесями. Сотрудники наркоконтроля задержали в Барнауле известного стриптизера, которого подозревают в сбыте наркотических веществ. Он уверен в легальности своего товара, а экспертиза показала обратное. Подробности в материале Галины Юмашевой. Рельефное тело и зажигательные танцы на сцене для разгоряченных женских взглядов. Стриптизер Юджин знаком многим барнаульцам. По словам задержанного, он является лучшим стриптизером Урала и Сибири, но помимо зрелищных удовольствий, он также предоставлял другие методы релаксации в виде курительных миксов и других синтетических наркотиков МДПВ, так называемая скорость. Подозреваемого в распространении курительных смесей задержали в момент сделки. Отрицать свою причастность к ней он не стал, однако увлечение распространением наркотика не подтвердил, пытаясь заверить, что у него есть другой бизнес, а это благотворительная помощь друзьям. В автомобиле недвижимость продажа, поэтому заниматься всякой ходу, торговая на кости, мне это не надо, а помочь друзьям достать, как бы у меня весь город знакомый, если я могу помочь. Постоянными клиентами у него были не только молодежь и посетители ночных клубов, но также одним из покупателей его был руководитель медицинского учреждения города Барнаула. Именитый стриптизер рассказал оперативникам, что курительные смеси он и его друзья используют в качестве релакса. Образ жизни очень напряженный. Что это такое? Легальные курительные миксы. Курительные миксы для чего они подозначены? Для курения. А кто курил? Я. А это? Это снотворное. Своё плохо. Танцор приобретал курительные миксы через интернет, а чтобы их было больше по весу и эффект гораздо интереснее, разбавлял траву лекарственными препаратами, в том числе и запрещенными к распространению. Обыск наркополицейские провели в автомобиле стриптизера и у него дома. Изъяли более сотни разовых доз курительных миксов, приготовленных к сбыту, а также фасовочный материал. В итоге звезда танцпола сейчас под подпиской о невыезде. Возможно, вскоре ему придется сменить стальную шест на забор с колючей проволокой. Галина Юмашева, Александр Морозов. Наши новости. Автограф без срока давности и своё семилетие отпраздновал Барнаульский журнал. С именинами его поздравляли друзья, коллеги и партнёры печатного издания. Среди них и Юлия Филатова. Редакция городского глянцевого издания по случаю праздника закатила пир на весь печатный мир. Приглашение в страну за журналью вручали Алиса, Мартовский заяц, Болванщик и Чеширский кот. Торопливый кролик подгонял гостей спешить поздравлять именинника и дарить подарки. В ответ на самое оригинальное, виновник торжества автограф дарил свои приятные сюрпризы. Побольше творческих идей. Ещё больше. Их и так много. Команда очень замечательная. Финансовых побед. Они тоже очень важны в нашем мире. Друзей много. Но друзей много не бывает. Это значит ещё больше друзей. Всего-всего им самого хорошего. Дальше развиваться, расти. Семь раз по семь. Именно таким и стал очередной праздничный номер журнала «77». И в нём преданные читатели традиционно найдут массу интересного. В первую очередь о людях нашего города. Наши герои – это известные политики, художники, музыканты, представители бизнеса. То есть люди самых разнообразных профессий, скажем так. Но всех их объединяет любовь к своему делу, любовь к тому, чем они занимаются. И мы очень рады, что они становятся героями наших интервью. Каждый номер – целое событие. На страницах журнала и публицистика, и художественные очерки, и событийные статьи. Ведь глянцевый не всегда значит гламурный или пафосный. Это в первую очередь современное издание города в своём стиле. Для меня изюминка автографа – это история Барнаула. Никандовым языком написано, красиво читать, приятно смотреть, удивительные факты, которые ещё фотографиями добавляются. Поэтому вот это вот совместно человек, гость, журналист, фотография, история в глянцевом журнале редко, но метко. Действо в стране за журнали продолжилось яркими выступлениями, добрыми поздравлениями. А кульминацией праздника стала, конечно же, раздача автографов. Юлия Филатова, Александр Антропов. Наши новости. Проверен временем. Коммерческий банк Тальменко Банк празднует свой 22-й день рождения. В честь торжественного события для своих клиентов банк подготовил уникальное предложение. Коммерческий банк Тальменко Банк – один из старейших самостоятельных кредитных институтов Алтайского края, созданный более 20 лет назад, он и сегодня уверенно работает на финансовом рынке региона. Для юридических и физических лиц финансового учреждения предлагает широкий спектр услуг – расчетно-кассовый сервис, кредитование, операции с депозитами и иностранной валютой. За годы жизни банк приобрел немало постоянных и верных клиентов. Очень хороший персонал, внимательные девочки. На любой вопрос всегда у них готов ответ. Если какие-то проблемы создаются там, обязательно помогут решить. В честь торжества Тальменко Банк подготовил для своих клиентов уникальное предложение. Жители и гости края смогут оформить специальный вклад на выгодных условиях. В честь дня рождения мы предлагаем нашим клиентам особенный вклад 20 плюс 2 с повышенной процентной ставкой. Клиентам, которые родились, как и банк в ноябре, мы дарим подарки. Приглашаем к нам на обслуживание. Жители города Барнаула и Алтайского края, приходите. Достоинством вклада 20 плюс 2, помимо высокой ставки, является невысокая сумма первоначального взноса. Но необходимо торопиться, предложение имеет ограниченный срок действия. Получить более подробную информацию или оформить вклад вы можете в офисе Тальменко Банк. Он расположен по адресу город Барнаул, проспект Ленина, 156А. Телефон для справок 77 13 52. Настоящий ансамбль меховых изделий в столице края. Меховые пальто для всех возрастов и вкусов, классические, удлиненные или кокетливо-короткие, представляет сеть меховых салонов Вигдан. Каждая покупательница найдет здесь свою шубку, будь ее вкус даже самым взыскательным. Каждый покупатель оценит высокое качество новой коллекции меховых пальто, представленных в сети салонов Вигдан. Современный элегантный дизайн с использованием комбинаций различных видов меха, каракульчи, соболя, норки и рыси, превзойдет все ваши ожидания. Драгоценные линии от кутюр добавят элегантности в образ, очаровывая блеском меха. Вас удивит разнообразие цветов, фасонов и размеров. Все изделия в салоне Вигдан сертифицированы и изготовлены из высококачественного сырья, приобретенного на пушных аукционах в Торонто, Сиэтле, Копенгагене. Именно с таким мехом работают известные модные дома Браски, Веничево-Паяра, Эго, Манзари, Люксор, Ягуар, Александра Босса. Салон Вигдан имеет эксклюзивное право продажи брендов Кристиан Гилмети и Мануэль Кова. К меховым пальто вы всегда можете подобрать шикарные головные уборы из авторских коллекций Фурланд и Кусенков Фэшн Хаус, изготовленные с использованием меха норки, соболя, лисицы и бобра. Ассортимент предлагаемой продукции постоянно обновляется, обеспечивая выбор качественных и стильных меховых изделий широкого ценового диапазона. Салон Вигдан продемонстрирует индивидуальный подход к каждому клиенту. Гибкая система скидок, различные акции, покупка товаров в кредит, особые предложения для постоянных клиентов. Зима уже не за горами, спешите тепло и красиво одеться. Меховой салон Вигдан находится по адресу город Барнаул, проспект Ленина, 35, телефон 363-00. Здесь рады видеть вас с 10 до 20 часов. Наша часть выпуска на этом завершена. Зрители краевой столицы еще и ждет реплика Михаила Гундарина, которая посвящена сегодня критической ситуации на зерновых рынках страны. Что будет, если соединить автомобиль, сибирскую зиму и водителям? Маргарита Белова попыталась решить эту задачу в специальном репортаже. Но сначала предоставим слово Юрию Борлицу. Ему есть что рассказать о событиях в мире спорта и узнаем о плюсах или минусах за окном из прогноза погоды. А мы, Дарья Белова. И Станислав Тетерятник. Благодарим вас за внимание. Спасибо, что были с нами. Всего хорошего. Здравствуйте. Барнаульский боксер Махир Пашаев вышел в полуфинал чемпионата мира среди студентов в Баку. Он уверенно обошел единственного представителя Таджикистана. Счет 16-10. За выход в финал весовой категории до 56 килограммов Пашаев боксирует в субботу, завтра. Игр все нет и нет. Как в той пословице. Служба идет, а солдат не сильно-то и занят. В восточной части высшей лиги Б чемпионата России по волейболу настолько мало команд, что играть приходится ну раз в месяц, по большому счету. Вот на своей очередной тренировке игроки Барнаульского университета добросовестно отрабатывают до боли привычные упражнения. Ну что делать вот человеку даже с титулом мастера спорта? Как себя в узде держать, чтобы мотивацию всегда нагонять? Ну тут просто профессиональный подход. Соответственно набор тренировочных часов. Плюс, ну естественно, опыт и класс. Последние домашние матчи наши выиграли одной левой. 3-0, 3-0 у дублеров Красноярского Енисея. 3-1, 3-1 у Читинских парней. 1-2 декабря университет примет Хабаровск. Не команда, а одно название. Просто ребята из простой спортшколы. Уже встречались у них там на Дальнем Востоке. Это несерьезно. Все мысли барнаульских волейболистов о подготовке к грядущему полуфинальному этапу. Один из которых по доброй традиции должен непременно принять Барнаульский спорткомплекс «Победа». Вот там, да, бьются. Ну и на предстоящие матчи чемпионата приходите. Приятно ведь болеть за команду, всегда выигрывающую. Это вам не сборная Эстонии по хоккею. Алтайские лыжницы Ольга Кузюкова и Ярослава Черданцева вошли в десятку сильнейших на международном турнире в Финляндии. Это такой неофициальный этап Кубка Мира. Ольга Кузюкова в гонке классическим стилем на 5 километров стала шестой. Ярослава Черданцева на этой же дистанции заняла девятое место. Кроме того, Ольга в спринтерской гонке замкнула пятерку сильнейших. Скоро и у нас на лыжах будут кататься все. Лишний снег расчистим и вперед. Слово ведущий прогноз погоды. Хороших выходных. Добрый вечер. Самым простым из важнейших экономических показателей жизни края является, думаю, цена за тонну пшеницы. Знать ее всякому, кто интересуется жизнью Алтайского края, необходимо. Аграрный регион. Ну или хотя бы представлять, дорого ли дешево в этом сезоне продаются плоды крестьянского труда. Мы все помним, бывали случаи, когда цена на зерно падала, приближаясь к себестоимости, что ставило крестьян на грань разорения. В нынешнем же году цена высока, но проблем-то от этого ничуть не меньше. Вследствие того, что урожай пшеницы на Алтае в целом по стране ниже, чем обычно, цены на пшеницу остаются высокими, доходя до 9 тысяч рублей за тонну. Алтайское зерно пользуется устойчивым спросом у переработчиков всей страны и сопредельных государств, например, Казахстана. Да это еще мягко сказано. Низкий урожай и высокий спрос. По некоторым данным, на Алтае был самый низкий урожай за последние 30 лет. А цены на пшеницу как минимум в полтора раза выше прошлогодних. Тоже, знаете, не самых низких. Значит, зерно из края активно утекает, либо продается по золотым ценам. Значит, алтайская мука из такого зерна становится неконкурентоспособной. И значит, у ведущей нашей отрасли зерной переработки большие проблемы. Такая вот логическая цепочка. Понятно, что следует списать со счетов ритуальные жалобы небедных и запасливых переработчиков. Сегодня они вполне себе обходятся старыми запасами и зерном хозяев, которые им принадлежат. Но это сегодня. А вот завтра все-таки тревожно. Даже по самым пессимистическим прогнозам весной будущего года перед посевной кампанией Россия может столкнуться с дефицитом зерна. И в связи с этим придется закупать зерно за границей. Так что же власти? Государство включило механизм зерновых интервенций, пытаясь влиять на рынок. Пока их результаты не очень заметны. Более того, на таких торгах в ноябре почти половина алтайской пшеницы из государственного интервенционного фонда была куплена предприятиями из Санкт-Петербурга, Нижнего Новгорода и Москвы. А реплика сегодня звучит так. Понятно, что возможности властей краевых ограничены. Допустим, едва ли возможно административными мерами пресечь вывоз зерна за пределы края. Но тем не менее странно, что никаких действий, даже оценки ситуации от властей региона мы пока не увидели. Очень надеюсь, что это все-таки произойдет. Пуховик, шапка, шарф, варюшки, надежная и удобная обувь. К приходу зимы мы готовимся основательно. Еще бы, кому хочется мерзнуть. Такая же основательная подготовка просто необходима нашему любимому автомобилю. Ведь не секрет, что для машины зимний период самый сложный. Сегодняшний специальный репортаж целиком и полностью посвящен водителям и их четырехколесным. Как правильно подготовить свою любимицу к зиме, чтобы в один непрекрасный момент не воспользоваться услугами общественного транспорта. Чтобы не быть голословными, знакомьтесь, Татьяна Динер. За рулем три года, маршрут, движение, город. Татьяна и ее авто вместе с нашей съемочной группой пройдут полную подготовку к зиме. А приглашенные специалисты ответят на все интересующие вопросы барышни. Итак, вопрос номер один. Относительно того, что внутри машины, то есть как она должна быть к зиме подготовлена. Понятно, что это должна быть резина. Вот я себе уже прицепила видеорегистратор, я езжу с ним примерно полгода. В принципе, пока еще особо он мне не пригодился, ну и слава богу. Подготовка автомобиля к зиме, к сожалению, не ограничивается сменой шин и приобретением видеорегистратора. В идеале стоит обратиться в автосервис, чтобы провести диагностику и необходимые работы. Что мы и сделали. Специалист Вячеслав Климонтов рассказал, что кузов автомобиля зимой подвергается воздействию снега, дождя, холода и химических реагентов, которыми посыпают дороги. И порекомендовал Татьяне провести антикоррозийную обработку. Ну и, конечно, следить за внешним видом ласточки. Не реже одного раза в неделю пользоваться услугами автомойки. Также мастер рассказал, как правильно прогревать машину в наших погодных условиях. Если у вас стоит сигнализация с автозапуском, то значит, при наших сибирских условиях нам надо выставить сигнализацию с интервалом минус 10 градусов на 10 минут. То есть, этого достаточно. То есть, автомобиль будет заводиться при температуре 18-20 градусов. Минусом. Да, минусом. То есть, ну, раза 3, скажем. Вот так вот. Будет заводиться. Проверьте плотность электролита в аккумуляторе. Возможно, батарею пора зарядить или вообще заменить. На всякий случай держите в автомобиле провод для прикуривания. Зимой вы должны быть уверены в эффективной работе тормозов. Проверьте состояние тормозных цилиндров и колодок. Обратите внимание на свечи и ремень генератора. Он не должен иметь потертости и трещин, а его натяжение должно соответствовать норме. Все жидкости и масла в автомобиле также требуют оценки. Нужно проверить плотность тассола, заменить стеклоомывающую жидкость. Возможно, понадобится заменить или долить масло. Следующий вопрос Татьяны. Как вести себя на дороге, когда вот гололедится вот эта жуткая? Понятно, что надо притормаживать, что не надо нестись. Но вот ситуация, что ты поехал куда-то за город, и, например, тебя понесло. То есть, что делать вот в этой ситуации? На улице минус один, ветер 28 метров в секунду. Это просто идеальное время. И этот дром – идеальное место для отрабатывания езды вот в таких экстремальных условиях. Специально для Татьяны мы сегодня пригласили опытного инструктора водителя Антона Мищенкова. И он сегодня нам покажет и расскажет, как правильно себя вести вот в таких вот жучайших условиях. Что, друзья, приступим? Каждый водитель должен обладать навыками контраварийного или экстремального вождения. От водительского умения маневрировать в зимнее время зависит, закончится ли ваша поездка в ближайшем сугробе или вы доедете до пункта назначения в целости и сохранности. Перед тем, как отправиться в путь, включите радио и прослушайте сообщения о ДТП, закрытых дорогах и объездах. Совет – это Антон Мищенков, инструктор по контраварийному вождению. Сообщите близким о своем маршруте. Помните, что мосты и эстакады покрываются льдом в первую очередь. Подъезжая к ним, понести скорость. В любом заносе, хоть занос задней оси, хоть снос передней оси, если вас понесло вправо, то вы и руль крутите вправо. В чем тогда принцип? Если меня несет влево, почему мне влево-то и крутить? Меня же тогда вообще начнут волчком раскручивать по дороге, разве нет? Нет, мы как бы догоняем. Заднюю ось понесло, и мы пытаемся, ну грубо сказать, догонять ее. Ее понесло туда, и мы передней части догоняем. То есть машина начинает параллельно сносить нашей траектории. Если у вас полноприводный автомобиль, это не значит, что можно расслабиться и полностью положиться на него. Полный привод обеспечивает сцепление и силу, помогающие выехать, если вы застряли, но не улучшает характеристики торможения. На самом деле полноприводные автомобили тяжелее автомобилей с приводом на одну ось, что требует большего тормозного усилия для полной остановки. Третий вопрос Татьяны. Я думаю, у каждого свои методы борьбы со стрессом, но вот в пределах дороги все-таки, наверное, зависит от характера водителя и от настроения. Иногда бывают очень наглые водители, и вот не знаешь, как вот этот вот стресс с себя снять. Нужно представить этот маршрут еще до того, как сел в машину. Представляешь, как едешь, как объезжаешь, какие там повороты, что и как делаешь. То есть весь этот процесс ты проезжаешь, как бы находясь в спокойном месте. Если страх и паника застали вас в пути или в пробке, психологи советуют делать следующее. Во-первых, припарковался там где-то вот сразу, да, или включил аварийный сигнал, тут же смотришь на себя со стороны, вот, можно даже представить, что на свою макушку, на свою машину куда-то, вот, вот с того дома смотришь на свою машину, это успокаивает мгновенно. Еще один вопрос касается такой, наверное, юридической помощи, ну, и связанной здесь и ГИБДД, и Аварком, которая вот не так давно была небольшая у меня ДТП, в которой я поучаствовала. Сразу же приехал Аварком, который предложил, а вот давайте мы вообще здесь все на месте, значит, платите мне тысячу рублей, и мы вот все, и не ждем ГИБДД, и все вам записываем, и все отлично будет. Вот мне интересно, все-таки эта ситуация, насколько она надежная, можно ли так делать, и нужно ли так делать, или все-таки лучше ждать ГИБДД. Есть у нас процедура оформления ДТП без вызова ГИБДД, называется она упрощенная процедура оформления ДТП по Европротоколу. Уже действует более трех лет у нас эта процедура. Она абсолютно законна, в законе она описана, но среди минусов она четко не регламентирована. Это значит, что у страховых компаний, в том числе, появляется намного больше возможностей в дальнейшем вам отказать в выплате, либо заплатить меньше. Применить процедуру упрощенного оформления ДТП можно, если в ДТП пострадало не более двух автомобилей, нет вреда здоровью, и по поводу виновности вы пришли к соглашению. Помните, что эксплуатация неподготовленного к зиме автомобиля опасна и может привести к аварии. В этом деле поговорка «Готовься не летом, а телегу зимой» еще никогда и никого не подводила. Маргарита Белова, Александр Антропов. Наши новости. Редактор субтитров А.Семкин